Третья нежная плотность заряда, наверное, на поверхности, на плоскости, на этой бесконечности 영 quant? Том也ない, không vois? Да безконечно тон assistir плотность заряда. Из-за того, что бесконечно плотность заряда. Поэтому мы не знаем, как написать. Существует, конечно, способ это написать. Но от этого нам было бы небольшое, если бы написать, но на самом деле проще установить вот здесь. У нас есть плоскость, которая делит пространство на две уравнение здесь, а здесь можно быть ограниченными условиями. Вот и всё. Что мы с вами делаем? Уравнение здесь очень просты. Дельта-фи-2. 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 Поскольку здесь нет заряда. И здесь дельта-фи-2. Должен равно угроб. Поскольку нет заряда. Надо вот эти уровнями решать. Потенциал, так говоря, в улице икс икс икс. Здесь, вот, икс икс икс. Граничный условия — это непрерывность потенциала. Или мы принесли условие, что фи-1а-с, то есть, не отязывается, так вы из соображения семидные ясны, что это равно, что фи-2а-з. То есть, с обоих сторон потенциал должен симметричность. Так. Второе условие, которое возникает на границе — это нормальные компоненты угроб. То есть, это называемые, равно 4-пс. Сигма. Появится на плотный заряду. Эти компоненты более — это фи-1dn. Так, вообще-то говоря, это минус. Нужно поставить. Так, минус. То есть, фи-2а-з. Плюс. Треть угол. Фи-2а-з. Так. По нормальному с первой среды во второй. Вот это получается 4-пс. Сигма. Ну, как нашему. Сигма. В принципе, сад. Фи-2а-з. Это период крови z равного нулю. И здесь тоже при z равном нулю. Нормаль — это на самом деле направление си-z. То есть, это производная по си-z. Просто. Так. Должны заходить. Да. Как раз у z — это нормальная схема среды во второй. Вот то, что у нас есть. Вот это и нужно решать. Дальше. Еще дополнительные. Какие условия? Значит, вообще-то говоря, должны быть условия ограничены ну вот здесь. Вы заказывали условия на бесконечность, на бесконечность здесь, и на бесконечность здесь. То есть, поэтому мы помним условия на минус бесконечность, и на это условия на границе. И, кроме того, условия восстановились бесконечность над тем поверхностями, которые равны, чем в нашем обществе. Так. Ну, условия на z плюс-минус бесконечность мы написали, да? Исходя из чего? Исходя из того, что потенциал, по крайней мере, не может быть больше, чем потенциал у равномерно заряженных голосов. Я был с точкой. То есть, у равномерно заряженных голосов есть потенциал в снофорционале z, так что фи1 на z, фи2 на z должно быть ограничено при z стремящемся. Ну, везде должно быть ограничено, но в том числе и в z стремящемся. в том числе и везде, конечно, решение должно быть ограничено. Вот то, что у нас есть. Ну, то, что так, на бесконечностях еще вот эти. Вверху не смутываясь. Во всем доме есть. А по xy бесконечности. Здесь никакого ограниченного условия нет, поскольку у нас бесконечная плоскость. Но зато есть другой условий. Есть периодичность заряженных голосов. То, что плоскость заряжена периодически и бесконечна. Поэтому из соображений симметрии ясно, что перемещение по xy на... Чего-чего? Так, что? Мы просто все-таки записали там, наоборот, по плюс преодильный микс. А, об этом не думал, да? Да. Об нижнем условии. Я не знаю, что правильно было все равно. Неправильно было написано. Так что в этом условии по xy бесконечности нет, но зато есть условия периодически. Поэтому ясно, что перемещение по оси xy на период вообще ничего не меняет. Поэтому потенциал должен быть периодичный. Ну, значит, из физических соображений ясно, что так и должно быть. Ну, а математически это тоже, конечно, выделяет. Потому что у нас xy есть только вот в этом условии периодичный. Поэтому, по крайней мере, как предположение, можно, так сказать, рассматривать все потенциалы в том, что в том, что у равномерно заряженной плоскости потенциал, в том, что у равномерно заряженной плоскости зависит от z и нарастает просто. Ну, как-то они в принципе навести. Вот то, что нам, собственно, нужно найти. Вот эти функции. Ну, а второе, что нам нужно подтвердить, что вот зависимость такая, как синус rpx, синус gdn. Ну, подтверждение этой зависимости будет откуда следовать? Из того, что мы действительно получим на этих функциях уравнение, независимое от xy. Тем самым, это будет доказано, что действительно они мереодичны. А сами f1 и f2, их нужно находить в исходном уравнении, конечно, а другого ничего нет. Так что вот это уравнение частных производных, там сложные, на самом деле сведется в уравнение подкновенных градусов. Вот, цf1 и f2, все. От одной переменной. Вы такие уравнения решат, оберите все. Значит, уравнения какие получаются? Давайте, да, f1. Отставляем сюда просто оператор бакласса, сумму вторых производных. В прошлый раз это все дело подставили. Получилось g2, f2, f2, минус α2, f2, 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 f2. Тут были еще синусы, xy, sinf2, xy, sinf2, 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 y. Но, поскольку выполняться должен опять все, при любых xy, поэтому, значит, единственное условие, при котором он выполняется. Так, так, условия граничные. Ну, вот это условие. Значит, давайте я их напишу. Так, f1, а, z, а в основном, а, z, f2, а, минус z. Ну, в частности, отсюда следует, что на границе они тоже не требуют. Дальше. Нижние условия. dah. i, f1, ad, z, a, z, l, r, 1, r, f1, t, r, r, z, z, r, z, r, 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 z, должно равняться. Ну, минус я убрал, да, тогда здесь будет 4π, а здесь останется сигма. А синусы опять, вот эти вот синусы, Они опять как бы уйдут, поскольку наполняться равен согласно при его выживании. Так. И в условии они одновременно входят в различные условия, ведь на второй части. На втором. Для второго полупространства у вас уравнение такое. D2, F2. Модель. Подверстие 24, да? Низу саду по квадрату. И в этом квадрате. Вот это, да? Всё. Так. Что ещё нужно? А, да. Ограниченность на бесконечности, да? Ограниченность на бесконечности. Теперь F1, 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 Z должно быть ограничено. В том числе F, Z стремящийся к миру бесконечности. Просто 12. Так. А здесь F2, A2, Z, ограничена при Z стремящихся к миру бесконечности. Вот. В том числе, везде, главное для нас это бесконечности тоже. Вот задача. Эти два условия. Они и к верной половине и к этой, а эти вот отдельные. Вот это и нужно решать. В чем проблема? Есть проблемы? Да. В чем? Сколько уравнений второго порядка? Под два раза. Ну и четыре константа. Да. Ради что в условии малого? Где? Вдоль. Вдоль. Относи. Здесь условия есть? Есть. Здесь условия есть? Есть. Все. Хватает. Раз, два. Раз, два. И теперь. Чего кому не хватает? Первое. Решение напиши. Какое решение? Решаем вот это. Рф с ними отставит. К чему равны? Ц один. Из сетев嘛. Чего? SHE один. CE один. Еф се один. Торень Лн — АД в квадратные в квадратный. В квадратные т 2? В квадратные т 2? Да, нет. Торенью в квадратные? Так 20 квадратные. Лн — Ф квадратный. Jadi, widows лишние квадратные т 2. Решение равнули? Зимень posisi H обстановку X 1 и Y. Дията? Ну да. Ну пусть Combatин — здесь непонятно непонятно. Условие на бесконечности. Это хозяйство на минус бесконечности растает. Экспоненциально. Из этого условия следует, что это растет быстрее, чем все. Поэтому С2 должен быть нормальным. Вот из этого условия. Выбрали С2. Вот из этого условия. Точно так же С3 подойдет. Из этого условия следует, что С3 будет нормальным. Так что это 0. Отсюда из этого условия следует, что С2 будет. Осталось С1 и С4. То есть решение оставить у вас. С1 и С1. С1 и С1. 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 1. С2. С2. С1. У нас будет 1. С3. С2. С1. И в течение 3 до 4,5 до 4,5 до 4,6 до 4,5 до 4,7 до 4,7 до 4,7 до 4,7 до 4. Е в степени корень вот этот на Z при Z равномерно. Минус C1 на минус корень, да? На минус корень квадратный, да? То есть, это будет квадрат. Е в степени минус корень квадратный Z при Z равномерно. Вот 2 равняться минус 4P7, да? Так, ну что? Эти экспоненты уходят. Мы заменяем C1 при готовом 0. Остается 2, значит, 2C1 на корень квадратный равно, так, минус 4P7. То есть, C1 равно минус 2P7 0 на корень квадратный и дартный квадратный. Вот, все. Так что решение нашло. Увидимся. ЛК1 и ЛК1. Кол � И начинаем. Вот такие. x, y, z. Это есть минус 2π сигма 0 корень из а2 в этот раз, так, e в степени корень из а2 корень из а2 в этот раз, так, e в степени в степени в степени и в степени это все тоже самое, только вот здесь стоит минус 2π в этот раз, а остальное все так же стало. Вот решение. Вот задача полностью решена. Значит, ну более того, видно, что можно и вообще решение записать, которое годится сюда и сюда, если поставить вот здесь модуль z, поставить минус. Если я вот здесь поставлю минус, а здесь поставлю модуль z, то это решение будет подходить на верхнюю и на области справа и на области просто слева можно z правильный минус z, а справа будет z правильный z вот потенциал, потенциал распадает, врача говорит, почувствовать-то можно было конечно, потому что потенциал, плоскость периодически заряжена, и как бы все время при удалении потенциал должен распадать до нуля, конечно, потому что большая часть плоскости влияет на удаленную и удаляющуюся точку, а чем большая часть плоскости, тем заряд более точно компенсируется до нуля. Но, так сказать, это все рассуждения, которые мы не могли, конечно, доказать слова. Понятно, что вроде бы, он должен спадать на бесконечность, а вот то укроме, которое мы на бесконечность точно взяли, это то, что потенциал устойчив не может быть больше, чем потенциал равномерно заряженную плоскость. Больше нет. А равномерно заряженную плоскость нам растет менее. Ну, для этого условия возможно нам и бросить инференциальное расставище, решение. Так что все легко решается. Ну, во-вторых, мы еще раз убедились, что из отложения симметрии нам удалось, ну, не к конгибраическому уравнению свести, а пусть свести конги к обновидному дифференциальному уравнению, которое решается совершенно стандартно. Так. Так. Есть вопросы? Нет? Вот я хотел тогда сегодня... Нет вопросов? Нет. Тогда я, значит, хочу поговорить еще про задачи, которые, возможно, тоже решают. Это изображение было таки было? Да. Был? Был. Что это такое? Ну, там, когда, чтобы решить задачу, мы устраиваем изображение какое-нибудь диполе. Так. То есть, в чем стоит это изображение? Ну, словами, скажите, да? Словами. Что такое явное изображение? Ну, чтобы найти напряженность какой-то точки, мы представляем, что там где-то еще есть заряды симметричные. А-а-а, и заряды видим, что там где-то одинаковые. Что они там есть, да. Чего это что-то? Ну, да, что ответы будут одинаковыми. Так. Ну, ладно. Значит, давай. Ой-ей. Страшно. Значит, во-первых, речь идет о ситуации, когда у нас есть какие-то заземленные проводящие границы. Так? Ну, да. Тогда можно пользоваться методом запросления. Вот, например, простую, бесконечную плоскость проводящую, так, где находится вот, скорее, приличной. все, несправедливо. Все, несправедливо. Найти потенциал, все поставить. Представляем, что здесь у нас заряд минус q, который... А что, найти-то, что нужно? Потенциал во всех точках. Потенциалами напряженных больше, что хотите. и, что-то закрываешь, и, что-то закрываешь. И, что вам проще, то я еще, на этом. На каком нему энергетическое делаем представляю, что, точечной заряд с минус q. Так. А так мы перпендикулярно опускаем в плоскости. А, в основном расстоянии все, а, минус q. и вот, и вот мы смотрим. И уже тип поле. Ответ напишите, ответ, как и задание. Там полежу, у вас, это достаточно ответа. Все правильно, да? Ну, формально он все, что это означает? Формально он выполнил задание. Ответ он написал? Да. Задание выполнилось, правильно. Ответ написал? Нет. Да. Да. Ну, на ней будет потуждаем. Ну, на ней будет потуждаем. Ну, мы плоскость уже убираем, как будто ее нет. Рассматриваем. Просто рассматриваем. Ну, типа, ну, на плоскости... Ну, что значит? они же создают электрические поля, там, суперпозиция полей. Да. Ну, а что, зачем вам такую полю? Вы что, будете силу измерять? Ну, потенциал. Если вы поля найдете, то вообще такую силу вы сразу найдете. Всегда там. Сила равна напряженности поля на куб. не знаю, что. Ну, потенциал как, то же, ку делить на r. Интересно, конечно, но пока не нужно. А потенциал, то же, ку делить на r. То потенциал, Ну, напишите, вы тоже найдете потенциал, в какой-то точке. Вы хотите... Чего? Да. 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 Ну... Да? Это что? Да нет. Нет, ну это... Вы правильно говорили, да? Словами. Не пишите тогда. Скажите словами ответ. Словами рассказать, что можно куда поместить зарядное отображение. И тогда поле будет чем-то? Ку квадрат делить на Р? Потенциал. Ну просто сумма в сумме полей создаваемых вот этими двумя зарядами. Да? Да. Ну напишите. Да. Меня не интересует... Скажите словами, что это означает. В чем проблема? В общем, Фи от Р равно. Фи от Р равно. Так. Ну как в школном учебнике, в ЦПУ делим мы на расстояние до заряда. Когда у вас первый заряд, ну пусть находится в точке Е1. Если хотите, выберите начинал кардинант Е1. Пусть эта точка с кардинантом Е1. Ну вот так. Да что? Тогда назовем вот какая разница. Какая система кардинчика не получит. Назовем вот эту точку Р1. 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 Тогда потенциал Р2. Р2. Р1. Р2. Р1. Р2. Р1. Р1. Р2. Р1. Правильно? Р2. Р2. Все с этим согласны? Ну да. Это же буквально вы написали. В каких точках? Точках. Это на одной линии, да. А что, в других точках нельзя пользоваться? Если у вас в терминусе, я не могу. Все согласны или нет? Нет, не согласны. По-моему, это на этой линии, на этой плоскости будет. А что, в других точках не будет? Ну ваше учили? Ну как-то, да. Что, крепко забыли? А что вы забыли? А где? Что за R1? R1 – это тот, где находится заряд. Да-да-да, во всех точках. Возьмем любое R. R1 – это вот это, он со звездами – это вот это. А вот это R – это в любая точка. Согласны? Да. Согласны? Согласны? Да. Что это, что любая точка? Да. Не совсем был в любви, я с тобой. Согласны? 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 А почему? Согласны? 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 Согласны. Согласны? Согласны? Ну ладно, давайте вот это по верху проходит. А вот на то же место проходит. А, ну это только верхняя полуплоскость. А, ну вот, верхняя полупространство. В верхней полупространстве действительно ответ такой, а в нижней полупространстве ответ ему – бой. В какой ответ? С минусом. А, так – это ноль. В какой ответ? В ноль. В ноль, конечно, ноль. Взатемлённый? Внутри ноль. Внизу ноль, то есть ответ в этой задаче такой, что вверху мета вот эта . а внизу этот ролик вот и полный ответ еще раз в чем заключается суть метода изображения в чем заключается в этом праве мы когда семантично изображаем заряд мы выбираем плоскость и находим ответ вы решали задачу метода изображения это было давно что это изображение заключается в том что вы одну задачу заменяйте другую которая будет рассматриваем дает такое же решение имеет одинаковое решение решение разное вы действительно заметили одну задачу создается вот этим зарядом во вторых теми зарядами которые будут наведены на плоскости потому что есть вот этот заряд просто из бесконечности из земли прибегут сюда или наоборот или наоборот бегут отсюда вот здесь вот здесь вот здесь вот эти заряды которые изображения можно взять и рассчитать вот на основе вот метод изображения основан на том что вместо этой задачи мы берем другую задачу и дает вот здесь берем заточный заряд то же самое поэтому выверждаете что решение метод пространства ну а вот сюда придется заряд минус значит откуда следует потому что решение определяется чем вот у вас и какое граничное условие решение однозначно определяется тем какие заряды внутри вашей области сидят и какой заряды сидят в этой области так граничное условие здесь было 0 потому что а здесь изображения симметрии изображения симметрии поэтому в верхнем полупространстве задача получается одинаковая правая часть уравнения одинаковая по разным причинам поэтому в верхнем полупространстве решение естественно в нижнем полупространстве разные решения этих задач но в нижнем полупространстве эта задача решается просто и здесь можно так что вот в этом методы изображения так ну ладно давайте вот похожим на землянные полаграммы на этом начинаем решение тут надо два заряда ставить 4 поставить какие давай ну что иди я далеко сижу ты ближе давай напишите 4 я сегодня позорвался так 4 заряда или сколько 3 заряда ну 1 сначала выриспортируется так а вон будет какой лево да минус минус полу так теперь еще один так минус вот так еще один так дальше еще вот здесь нужно сферкцироваться просто это вы там вас проецируете а вот я сейчас думаю это не 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 смотри это симметричная задача чтобы нить вот так мы должны придумать просто сколько зарядов изображений чтобы вот здесь получался мощный чтобы эту задачу можно было заменить задачи когда вот при каком-то зеркало он а вот этот заряд и заряд изображение будет ну ясно что здесь на самом-то деле система замыкается так что мы должны отразить вот это связать а этот вот вот и здесь получается множество так что потенциал это вот равен чем это у на мин плюс мин плюс мин мин плюс мин тоже проектирует минус 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 попался до 4 после такие сомнения сразу вот сомнения возникают что сделал тег тоже проектировать надо так чтобы здесь было 0 а здесь было 0 но правильно вот так середина попали лучше на общность так ну здесь надо проектировать минус а здесь? вот так все хорошо еще один зарядка не раз слышал не все так просто иначе не спрашивал по лицу видно так вот еще один минус еще один худо а мы получим получим все равно если верх не нет то получится здесь здесь еще чуть-чуть поможем сделать что дать чуть-чуть поможем а можно начать на сцене нет проведи середину между классностями не потому что все просто будет посередине от середины до Q видишь симметрично симметрично да 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 так да Если еще не получится, тогда у вас изменится вот этот. Да, и сразу здесь. У вас разложено его. Другие делали. Так что вы просматриваете, какие заряды выжилили. Одна иконочка. Отдыхаем зарядов побольше, да можно и получите. Так, оставим это для того, чтобы вы выяснили этот дом. Так, что нужно писать? Какую систему зарядов изложения должен просить? Все. Так, построим. Молодец. Так. Не осилил. Так, 10 минут. 10 минут. 10, 10, 10. Так, стоп. Все правильно. Все правильно. Ну это что, мы первые футболы и вещи, да? Мы уже оттокнули, можно продолжать. Молодец. Я вообще пошучу. Такие шутки в два-два промежутка. Так, мы можем перейти. Да-да-да. Нужно перейти. Боже. Да-да. 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 Контрольная работа, да? Да. Куда ее сдать или не будет? Да, назад. Так. О-о-о-ой-мэ. О-о-ой-мэ. Тетрадь. 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 Балаболка. То есть, решалась у вас вот такая задача? Что вы уже закончите с этого? Да. Вот проводящие слева, а вот здесь задавка причина. Найди позицию. Что это для очистки на это очистки сказать? Просто не обращаем внимания на. Нельзя мне не обращать внимания. Чего? Вообще не обращать на эту штуку? Как же и сделать? Точно так как я говорил с плоскостью, потенциал какой-то точки. Они задаются чем? Вот этим зарядом. И теми зарядами, которые будут наведены здесь. Чем я говорю, они будут неравномерно, потому что они просто на этой точке. Так что ясно, что свера нужна. Так. Что свера? Не решали? Нет. Ну, наверное. Наверное не решали. Там 50 на 50. Ну, не большая ли это? Да нет. Ну, решали, то наверное, мы запомнили. Ну, первые две точно решали. Вот эту не помню. Вот эту точно не помню. Так. Первые две это с плоскостью. То есть в углубленном углу. Ну, Антон еще в 30 градусов. И в 60. Устроим. А за 1 вот там две плоскости. Так. Так. Ну, со сверху что делать? Можно ли это изображение? Наверное, нет. Наверное, нет. Наверное, нет. Слово на мир. Когда она замкнута, она не исцелительная. А что можно? А загрузите. Ну, там же внутри все равно потенциал 0. А как мы его учитаем? Там же все равно 0. Если бы нам удалось подобрать систему зарядных изображений таких, чтобы вот на этой сфере был 0. Да? Если бы это удалось, тогда это будет. Поэтому тогда нам добыть задачи еще раз. Ну, сначала. Пусть есть вот один заряд нелеченой 2. Ну, Q1. А здесь 2. Построить и доказать, что среди эквистенциальных поверхностей, вот у такого кожи двух зарядов, этот положительный оттого и отрицательный. Хоть будет, ну, Q у меня будет означать, а здесь будет минус. Вот доказать, что этих двух зарядов раз нелечен, среди эквистенциальных поверхностей есть сфера. Решается просто. Пишется потенциал, и там буквально школьник может решать. Расстроить и показать, что есть. Если такая сфера есть, то тогда ясно, что можно где-то изображения пользоваться, подобрать. Но только заряд изображения должен быть другой. Один, окажется тогда. Заряд изображения, как ни в страну, достаточно будет один всего. Но он должен иметь другую величину. Какой-то там нужный точек обещал. Так что вот, дома докажет этап. А давайте мы эту задачу тогда решим так, как положим. Просто рассчитаем заряды, наведённые на поверхности сферы, и, так сказать, потом покажем, что действительно эти заряды можно заменить зарядами изображения. Точно так же, как для плоских механиц я не стал это решать. А вот на слева, давайте посмотрим. К сожалению, Юрий Дельянович еще не полностью рассчитывал по части решения уравнение частных производных, и я решение напишу, а вы, так сказать, его потом получите. На плоскости мы тоже могли бы так сделать. Вот здесь, на земле. Мы рассчитываем потенциал где-то в какой-то точке должны были приезжать. Уравнение. Значит, сферы, четыре и осле сферы. И потенциал на поверхности сферы, на плоскости, нужно уравнять сферы. Мы могли бы рассчитать этот потенциал так. Как потенциал вот этот вот. Ну, вот какой-то фоихводный точек поменяет. Это должно быть какую-то точку F. Так, это есть потенциал. Это Фи. Потенциал равнялся почему? Фи один. Он потенциал этого заряда. И вот потенциал Фи два. Это те зарядки, которые мы имеем на плоскости. Потенциал Фи один, это натворяет какого условия? Вот. Фи один. Это Фи один. Это потенциал вот этого заряда. А так давайте я тогда напишу здесь четыре Пи. Роб Ку. Я не буду пока компетизировать, чему равно Роб Ку для точечного заряда. Граничное условие какое? На границе потенциал Фи один. Вот этот Фи один. Уполный потенциал на границе 2 равняться нулю. Тогда Фи один на границе С будет равняться минус Фи два. Да? Минус Фи два на границе С. А потенциал Фи два, это потенциал вот этих заряда на видеонечной плоскости. Да? Фи два. Он удовлетворяет какого уровня? На него плотности заряда никакой нет. Это на границе только. Так что потенциал Фи два равняется. Уравняется. 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 И граничного условия. Вот это может Фи два на поверхности С. С. Вот. Вот. Вот эта задача. Она... Фи один, вообще-то говоря, у нас их есть. Это потенциал просто одного точного заряда. На границе вот это должно выполняться, если мы найдем решение этой задачи с вот этим скоростью. А тем самым все у нас так сигналит. Так? Так что потенциал вот здесь, это потенциал просто точного заряда. Это то, что написано в скором учебнике. Это Фу. Ну, есть вот это. Фи один. То это Фу на Фу и на Фи один. Вот. Фи один. Фи один на Фу. Вот. Решение вот этих задач. А вот это, потенциал заряда, наведенный на себе. Это нужно было бы решать, сложно там, используя вот это условие. Где? Вот здесь стоит. Вот этот потенциал с рябанного яркости у нас. Можно было бы решить. И потом, если тогда должно было бы оказаться, после того, как мы эту сложную задачу решили, можно было бы показать, что то решение, которое мы получили, оно получится достаточно сложной, если в какой-то час. Что оно в точности эквивалентно потенциалу вот одного заряда, вот здесь, точной минус. Вот так следовало бы обосновывать метод изображения на островской границе. Ну, мы это не делали в основе. И так легко сообразить, что так должно получиться. Но вот на астерический границ, на этом мы тогда это сделаем. Давайте решим вот эту задачу. То есть рассчитаем, потенциалку с собой, поточим так, как положим. Это сумма потенциалка, которая наведена на порядок. Прямо вычислили. И покажем, что сведется к одному заряду изображения, в какой-то причины, в какой точке определить. Давайте это делаем. Ну, я думаю, что делать это... Вы меня должны быть фильм просвещать, как там сложится. Но давайте мы хотя бы поставим задачу. То есть напишем. Идем до той задачи, которая будет решать ее у меня. Когда? Возможно. Так. А я решение ее напишу. Мы дальше. Так. Что нужно сделать? Давайте просто... Понятно, что половину задачи мы сразу решили. Внутри половины. Дальше. Эту половину мы решили. Вторую половину, более снаружи еще. Более снаружи создается вот этим зарядом Q. Ну, и теми зарядами, которые на поверхности наведены, то, что создают какое-то поле. Давайте показываем. А, тот полный потенциал. Что удовлетворяет, конечно, в результате не урабочен. И это не урабочен. Так. Граничивые условия. Фи на поверхности с темы. Вот, соответственно, даже здесь. Вот, полный потенциал. Полный потенциал складывается из него потенциал. Потенциал вот этого заряда Q. И тех зарядов, которые наведены на поверхности. Потенциал вот этот Q. Это есть. Фи один плюс Фи два. Так. Фи один. Фи один. Предовлетворяет выполнение такого. Фи один. Фи один. Фи один. Фи один. Фи один. Фи один. То есть, что соответствует точечной поле квадратной величиной Q. Ну, давайте вот этот точечок по заднему видишь. Ну, давайте, кстати, выберем вот здесь, сначала координат, которая. Поскольку явно задача имеет вот такую оксиадную симметрию и поэтому удобно, конечно, вот такую расстофовести. Более того, зону начал координат ну вот здесь. Потому что, хотя вот по одной координате, по расстоянию до цены. Вот здесь точечный заряд получился точечный заряд. Ну и потенциал бы границы ФИА1, раз помню, его равняться. Вот задача для ФИА1. Для ФИА1 задача для точечного заряда просто может быть решение для нее написано так, потому что метод РФА не имеет, поскольку это висит 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 висит. Так, метод должна быть подобрана так, чтобы равняться ФИА1. Поэтому ФИА1 – это потенциал просто точного заряда. Это будет границ на 2, но все равно. Вот ответ на этой задачи. ФИА2. Какого уравнения тут вызвали? Это РФА. Если подставить вот эту сумму в эту поразу, то получается на 1, ФИА1, на 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Это будет стоя. То есть потенциалов РФА состояется зарядами, которых внутри железа, растение на 2, 10, 10. Это было бы как разумение. Ну и ограничено после ФИА1 на поверхности С. Это должно равняться минус ФИА1 на поверхности С. То есть, минус, фу, или р, минус, р, ноль, при условии, что р лежит, когда р остается. Вот. Вот задача для потенциала Филиппа. Задача, вообще-то говоря, сложная, поскольку это во мнении частных проемов. Вот это во мнении частных проемов. Поскольку заряды эти распределы по сферике, то конечно удобно решать их в периодических координатах. То есть удобно эту филиппату, а в иксет, а в иксет, а в иксет, а в иксет. Вот начало координат здесь, вот точка, а затем какая-то у нас координата. Сверху тугоу. Вот. Скажем, это тугоу. А угол фе — это поворот относительно оси. Угол фе — это поворот относительно оси. А у какой-то — плоскость. Да. А чего дальше? В таких координатах у него нечто. Да, да, да. А первого класса можно перевести в северчатые координаты. Это светло-рочное дело. Сверху тугоу. Дальше. Тогда напишите вот это уравнение и будете его решать. Как решать? Нерешаем вот эту вещь. Мелочь, я думаю, что вам в соответствующем месте расскажут, а возможно уже, кстати, рассказывают. Решение, общее решение уравнения уравненного класса в северчатых координатах. Северчатки не решаю ещё. Северчатки не решаю. Только круг поляр. А, поляр. И что вы там получили? Там. Мнижка написана. Или там пункты бесимы. Пункты бесимы и всё прочее. Здесь получится тоже. Только вообще говоря, по северичному. Я его напишу сейчас. Так. Решение, которое вы получите прямо в цепи. Решение вот этого уравнения может быть записано так. Северчатки. 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 Всеверчатки. В. 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 Непонятная вот эта штука. Это константус, любые константусы. Пролюбые константусы, это вот эта штука. Полином? Полином лежат? Ну вот когда индекс вверху m равен блюду, то это полином лежат. Вот это константус. Ноль. От констануса, это константус, это полином лежат. Когда тут это присоединенные полиномы лежат, как это называют. На самом деле они не совсем полиномы, поэтому присоединенные пункции лежат. А вот это все в целом, это некие сферические пункции, если там 3-5 пунктов в везде еще, то это сферические пункции. То есть это разложение решения в споричном пункте. Ну полинома лежат это что такое, кстати? Это слова. Вы знаете, что это такое? Нам давали, что это реально. Что? Да. Кто знает, что это полинома лежат? Решение каких-то уравнений дифференциальных. Особых, интересных. Особых. Это вам так и давали, да? Я просто не знаю. А скажите, правильно или неправильно? Нет. Решение каких-то уравнений. А ну ладно. Какие? Просто в качестве. На самом деле, если построить просто пункции... ... ... ... ... Поставить систему ортогональной пункции. Система ортогональной пункции на промежутке от минусы, у вас был в материнстве способ построения системы? Было ли? По произведению нулям равно. Сумма столярных. Столярные произведения как интегралов на промежутке. Если стандартным методом то совершенно просто взятие, по справе функций ортогональной то на 4 функции в этой году в системе функций ортогональной промежутки от минусы, от изменивается в пункциях ортогональной на промежутке они в минусе а здесь будут в поленом в режиме. Самые простые из этих функций в результате это один да вот самая простая функция следующая там еще но самая простая это 1 1 то 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 8 8 9 10 Поэтому я против, присоединённый. Так, теперь что у нас? Я здесь написал граничные условия вот на этой границе для потенциала. Но на самом деле есть ещё другая граница, бесконечный заряда. Там что нужно? Потенциал равен бесконечности? Чего? Бесконечный потенциал. Почему? Бесконечный. Почему? У нас странственно ограничена система заряда. Они вот здесь. При удалении потенциал должен сквотаться. Это бесконечный. Когда бесконечный плоскость, мы не можем что-то сказать. А здесь мы можем сказать. Потенциал едва на бесконечности. Смотрим опять на наше решение. Вот из этого мы смотрим. Так что мы вверх получили вот это. Теперь вот это. На бесконечности должен подстрелиться к нему. Видно, что вот здесь при неравном друге это стремительное бесконечности. Поэтому все коэффициенты цель равна с пель и равна 0 должны равняться 0 вот этим. Так? С нулевым что делать? А с нулевым получится константа. Потому что получится цель 0, а пель 0. Пель 0 это единица. Поэтому это константы, которые 0 должны равняться 0. Потому что все коэффициенты цель равны. Вот из этого условия следующая цель цель 1. Остаётся. 2,5,0 равно сумме 2,5,0. А здесь d,a, единица на эту степени. d,a, и,c отгруппы. Вот наше решение. И осталось единственным условием. В этом условии мы должны поделиться какую-то коэффициенту. На бесконечность я работаю. Валяем? Из того, что задача симметричная наносит на поворот по углу фени. Поворот на углу фени чего-то не меняет. С этой угла фени в этой задаче ничего не должно зависеть. Вот. Это позволило у нас выбрать. Это преобразование только. Так. Второе условие на бесконечность позволило занудить все цветы. Осталось. Вот. Осталось. Взять условий больше нет. Давайте напишем. Давайте я напишу это условие. То есть должно выполняться вот это условие. Напишется так. Вставим в парк L. Мы должны теперь очистить. Так. Давайте я напишу. Финь двадцать. Это. На поверхности S. Должно равняться чему? D, L. Так. На поверхности S. Это означает, что R равно. Ну давайте. Опознать, что R равно R большой. Равно R большой. Вот это равно R большой. Тогда здесь мы должны поставить единица на R большой степени R. Должно равняться чему? Должно равняться вот этой шеи. Да? Минус R на R. Должно равняться вот этой шеи. Минус R. На поверхности S. Минус R. Поверить следует. Минус R. Минус R. Давайте мы его расписываем в нашей системе. Это квадрат, вот этот модуль, это корень квадратный и скалярного квадрата. Это минус 1 квадратный. Так, давайте я выясню, что квадратный скалярный скалярный квадратный. Значит, будет корень квадратный b квадрат плюс, минус, скорее всего. 2L на R0. Теперь, значит, две вещи у нас. У нас должно это быть взято на поверхности сферы. На поверхности сферы. И вот здесь, на поверхности сферы. Это означает, что вот этот R должно равняться R большому. В нашей системе координат, если у SZ выбрана вот сюда, угол между R0 и R, все равно R. Это как раз угол T. Поэтому здесь, T, 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 R на R0. На поверхность сферы. И R еще должно быть положено на поверхность сферы. Так, что это будет единица. На R большую квадратную. Винус 2L T на T0. На поверхность T. И плюс T0. Так, да? То есть, вот здесь стоит следующее. Это минус Q. А здесь единица. Так, по-другому. Минус 2L. Это R0. По-другому. 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 А отличным рุком? Чего можно делать? Коэффициенты? Да. Один минус 2, один. А какие коэффициенты? Вот, где нам нужно найти батареи? И вот, наш решитель. Вот у нас есть условие определительных принципов. Там что стоит? Слева в этом радости. Подчеркиваю. Вообще-то говоря, по системе октогональных пунктов. То есть это ряд по Е по одному пункту. Какой синосексивный пункт? Это два. Система октогональных пунктов. Это по Е по этому пункту. А справа стоит функция. Такая. Как это зависит в 30 рядов ВЕ считает? Разножаете на функцию подкликта, интегрируете. Там все выпадает. Здесь, получается, не есть уголок. Все просто. Совершенно в стандартном образе. То, что полиномный жанр у вас выглядит. Это галлоскогональный пункт. Возьмете галлоскогональный пункт. Возьмете галлоскогональный пункт. Галлоскогональный пункт. Галлоскогональный пункт. Галлоскогональный пункт. Каплануaler при какомANE Joshi Portoахvidor. Галлоскогональный пункт. Галлоскогонного метода. Галлоскогональный пункт. Вместо того, чтобы так пускать перецепт, как положено, можно идти легко. Я вот эту функцию, 1 на r в квадрате минус 2r в квадрате, я напишу вот так, как 1 на r в квадрате, на r в первой степени. А здесь останется тогда вот такое, в квадрате минус 2r в 0, деленное на r в квадрате, так, вообще простите, что наоборот 50r в квадрате, тогда вот так останется. Здесь r в квадрате, деленное на r в квадрате, здесь 80r, а здесь будет плюс r на r в квадрате. Вот это меньше единицы, так, меньше единицы, назовем его в квадрате, и вот это в обычный в квадрате, в квадрате, в квадрате, в квадрате, получится сумма по r, аккумуляторе с конечностей, здесь будут степени в квадрате, в квадрате, а здесь будут какие-то коэффициенты, которые будут функциями космоса t. Вот вычислили там 2-3 коэффициента и сравните со справочкой, это будет пареном рижанка. Вот еще одно определение пареном рижанка. Коэффициенты разложения в ряд t в вот такой функции. Вот единицу на r я забыл, но я забыл, потому что здесь не напишу, а вот эту функцию, а вот эта функция, если вы меня в деку, то коэффициенты разложения в квадрате. Коэффициент разложения в квадрате. Функция, в этом случае, называется производящая функции по поленом рижанком. Так что воспользовались этим, вы можете написать здесь тоже ряд по степеням, по полиномам ближайцев. Два ряда по степеням полинома ближайцев, по полиномам ближайцев. А будут одинаковые, тогда, когда кефицентры работают и центры не будут написать. Всё. Вот, доделать это всё, как получить, найти кефицентры, написать решение, а потом воспользоваться верностью политической формулы, и показать, что решение, и в момент на одному заряду изображения, вот здесь, зарядку со звёздочкой, в точке, или обморку со звёздочкой. Определить эту причину заряда, где вы находите. Всё, перерыви. Да. 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 Хорош聴. 2 Graph. Мёш, 4. 9. 10. 9.